Июнь 2004 года. Мужчина расплачивается в магазине электроники. У продавщицы возникли сомнения в подлинности купюр. Покупатель сильно нервничал. На всякий случай она вызвала охрану. У мужчины при себе оказалось 130 500 рублевок. В милиции он сказал, что деньги нашел на улице. В его квартире провели обыск. На батарее сушилось еще 150 купюр. Деньги отправили на экспертизу. Результаты исследования. Рисунок не отличается от изображения на банкнотах Банка России. Только повторная экспертиза обнаружила на каждой купюре какие-то странные штрихи и точки. В компьютере фальшивомонетчика нашли отсканированное изображение 500 рублевой купюры. Оказалось, фальшивомонетчик взял за образец грязную купюру. В августе 2004 года в России началось хождение новых денег. Старые слишком хорошо научились подделывать. Фальшивые деньги не могли отличить даже те, кто делает настоящее. Самый, наверное, курьезный случай – это когда нашему гравюру, газзнаковцу, который уже больше 20 лет на газзнаке работает, ну, правда, его оправдывает то, что это было в вечернее время, то есть было очень темно, это было на рынке. Ему вручили три банкнота по 100 рублей поддельные. По правилам Антерпола, купюры должны обновляться через каждые 5-7 лет, иначе будет слишком много фальшивок. Фальшивомонетчики придумывают приспособления для незаконной печати. Государство изобретает средства для защиты денег. Вечная война технологий. Александр Мочалов – потомственный работник госзнака. Здесь работала его мать и отец. Сейчас трудятся жена и сестра. Он изобрел станок, подделать работу которого практически невозможно. За изобретение получил государственную премию. Пока станок работает с экспериментальными деньгами. Это бумажки, очень похожие на настоящие купюры. На них отрабатывают новые технологии. Этот станок как бы нам вернул вот ту ручную гравюру, которая когда-то была, и которую мы потеряли из-за того, что, во-первых, это дорого, долго и непроизводительно. Он может делать вещи, которые не воспроизводятся ничем, кроме, ну, скажем, аналогичного оборудования. Деньги образца 2004 года. Новый элемент защиты – металлическая ныряющая нить. Она выныривает из бумаги в пяти местах. Такая нить вплавляется в бумажную массу на начальной стадии производства денег. В подделках вместо нити поверх купюры просто наклеивают полоску фольги. Если вы посмотрите, скажем, внимательно на эту нить, то край, который входит в бумагу в месте входа, он очень плавный. Он немножко неровный. Если вы попытаетесь, скажем, наклеить какую-то фольгу, вы четко увидите край. Вполне достаточно. То есть нить должна плавно войти в бумагу. Вот это, в общем-то, достаточно серьезный признак. Вот хотя, опять же, не говорю, что все они абсолютны с точки зрения, допустим, имитации. Микроперфорация – это прожженные лазером отверстия на купюре. Если на месте микроперфорации есть неровности, значит, бумагу прокололи вручную. Бумага купюра с обеих сторон должна быть гладкой. Микроперфорация есть только у самой защищенной от подделок валюты – швейцарского франка. А теперь еще и у рубля. Это самый дорогой защитный элемент. Из-за него производство новых денег обходится государству 50 долларов за тысячу купюр. Защитные волокна. Еле заметные глазу, разноцветные ворсинки светятся в ультрафиолете. В подделках на бумагу просто наклеивают ворсинки от свитера. Оптикопеременная краска. Ей нарисован герб в левом верхнем углу банкноты. В подделках низкого качества используют подручные средства – перламутровый лак для ногтей, губную помаду. Муаровый эффект. Цветопеременная полоса. Самый эффектный и самый неудачный из всех элементов защиты. От него коробится бумага. Впрочем, свои недостатки есть у любой валюты. Поэтому, если взять, скажем, 10 банкнот, там 100 долларов, и внимательно посмотрите, вы увидите, фактически между каждой будет какая-то разница. Поэтому это особенность. Но с точки зрения защиты, конечно, бумага, скажем, для долларов более слабая, чем, например, наша. Вы не найдете два одинаковых лица. То есть они чуть-чуть отличаются. Дизайн денег 2004 года. Он остался почти без изменений. Внешний вид банкнот собираются поменять только через 7 лет. Евро, например, там мосты очень хорошие, я считаю. Гемантика взята. Ну, то есть это такое поле очень широкое. То есть это серия банкнотного ряда, может быть, любой там музей, усадьбы, театры, ну, все что угодно это. Поэтому тут это не ограничивается, конечно. Но вот для меня желательно, конечно, хотел, что я хотел видеть, конечно, портретный банкнотный ряда. Рисунок на банкноте придумывает художник, утверждает Банк России. Полвека назад это делала высшая власть. Сталин ставил галочку на понравившихся купюрах или прямо на ней писал замечания. Важно, чтобы купюры отражали государственную символику и чтобы в изображении не было двусмысленностей. На продукции госзнака многие видят несуществующие знаки. Звезды, кресты, три шестерки. Окончательная картинка не должна вызывать негативных эмоций. Вид будущих денег всегда был государственной тайной. При доработке банкнот творческий коллектив не выходил за пределы госзнака. Еду художникам приносили прямо в кабинет. Там же и жили на раскладушках. Сегодня любая информация о новых деньгах тоже является секретной. Это экспериментальные деньги с портретами художников, писателей и музыкантов. Они имеют вхождение только на территории госзнака. В 1997 году художники предлагали портретную серию. Но единственная купюра, которой понравилась Банку России, купюра с портретом Пушкина. Портрет Чайковского забраковали. Кому-то из руководства больше нравился композитор Мусорский. В итоге была одобрена нейтральная серия городов. Сегодня художники еще раз пытаются предложить портрет. Деньги 2010 года будут покрыты бактерицидным составом и специальным лаком. Уже сейчас такие деньги испытывают в камерах при высоких и низких температурах, имитируют разные климатические условия – тропиков и Крайнего Севера. Новые деньги, покрытые специальным составом, будут громче хрустеть. А вот запах останется прежний. Это запах типографской краски – запах денег.